Дмитрий Мазуров. Теневой путь. Книга четвертая. Арена теней. Глава первая. Прошло уже почти два месяца с тех пор, как я вернулся в свое баронство на каникулы, не забыв прихватить с собой своего друга Кайла Коннора, мага молний. В первые дни своего прибытия я бегал как угорелый, стараясь как можно быстрее вникнуть во все дела, что произошли тут во время моего отсутствия. А когда понял, что в общем-то делал это зря, ведь серьезных проблем не было, а с мелкими успешно справились мои люди, что были оставлены тут. Это было даже немного обидно, что баронство спокойно может существовать и без меня, как будто я и не нужен вовсе для его существования. С другой стороны, это может говорить и о том, что я показал себя как хороший руководитель, настроив все процессы так, чтобы они могли стабильно работать и без моего присутствия, и нашел людей, которые могут заменить меня в этом деле. Но в общем-то это и не важно. Главное, что баронство только крепнет и приносит мне все больше прибыли, а благосостояние жителей и их уровень жизни понемногу растут. Вообще из-за отъезда меня и профа приличная часть дохода от продаж артефактов исчезла, хоть мы и оставили некоторый запас. Но благо это компенсировалось общим подъемом доходов. К тому же не стоит забывать о заключенном нами соглашении с торговой компанией столицы, что казалось буквально золотой жилой. Приличная часть торгового трафика стала проходить именно через нас. А в будущем, я надеюсь, наше графство сможет перехватить все торговые маршруты, став монополистом в торговле между двумя королевствами. Может они и не особо любили друг друга, но терять возможную прибыль никто не собирался. Но на одной торговле останавливаться я не собирался. Продавать собственные товары было тоже выгодно. Мои крестьяне, что теперь по сути брали у меня землю в аренду, со временем только расширяли свои наделы, так что излишки продовольствия вполне успешно продавались. Некоторые из них уже вполне могли бы и выкупить земли в личное владение. Вот только продавать их я не собирался. Для меня куда важнее была постоянная прибыль, чем одномоментная. Нет, конечно, купивших землю я обложил бы своим налогом, но он явно был бы куда меньшим, чем сейчас. Благо постепенно ввозимые предметы роскоши позволяли тратить эти накопления. Но оставались и те, кто, используя заработанное, организовывал собственные производства, что также приносили мне прибыль. Что касается соседей, то они нас уже не особо беспокоили. Изрядно выросшая армия позволяла пресекать все попытки набегов на мои поселения с целью грабежа и разорения. Уже сейчас все оставшиеся вольные баронства, даже объединись они, не смогли бы доставить нам сильных проблем. Однако, несмотря на наше военное превосходство, захватывать их мы пока не собирались. Было еще слишком рано для подобного. Стоило еще сильнее закрепиться на нашей земле. Да и обучение для начала стоило бы закончить. К тому же еще несколько лет в подобном темпе, и они сами добровольно захотят присоединиться к нам. Все основные дороги уже были проложены, так что сейчас они уже проводились даже к отдаленным деревенькам в графстве. Благо строились они по римским технологиям, которые мне удалось вспомнить и повторить тут. Повезло, что все они были вполне реализуемы тут. А небольшая помощь от нанятых слабых магов земли лишь делала их еще лучше. Конечно, не уверен, что вспомнил все досконально, но результат был вполне хорош. Среди торговцев наши дороги уже стали считаться эталоном и чуть ли не идеальными, по крайней мере по сравнению со всеми другими. Приглашенный же мною друг тоже не сидел без дела. Кому-то может показаться, что маг-молний может использовать свои силы только для войны, но это совсем не так. Нет, конечно же, я не заставлял его быть аккумулятором для освещения замка лампочками, это было бы крайне глупо. Так что я отправил его в помощь к своему кузнецу. Молнии могут быть очень даже полезны, если использовать их правильно. Так что они почти все время провели за придумыванием новых сплавов, используя эти силы. Я не вдавался в подробности, но, похоже, молнии помогали очищать металл от примесей и даже придавали ему новые свойства. Не знаю, что на это больше повлияло, законы мира или же магия, но эксперимент оказался успешным. Но создание магнита, на которое я их подтолкнул, тоже увенчалось успехом. Как раз услышав об их успехе, я и решил посетить кузницу лично. «Гард!» — крикнул я, входя в помещение кузницы. Встретила она меня лишь жаром в лицо, а стоящий ко мне спиной кузнец, похоже, не услышал меня, занятый каким-то спором с Кайлом. «Гард!» — уже громче крикнул я. «А это вы, господин барон!» — обернувшись, улыбнулся он вовсю ширь. «Мне тут сказали, что у вас получилось». «Да, Крис, это было неожиданное открытие, но у нас получилось!» — выкрикнул взволнованный Кайл. Похоже, ему не терпелось похвастаться. «Ну и чем он лучше дамасской стали?» «О, не то чтобы уж намного лучше, но явные результаты есть. Самое главное — сталь не стала хуже, но появилось новое свойство, которое, думаю, будет весьма востребованным», — возбужденно заголосил кузнец. «Меч из новой стали может при соприкосновении с вражеским клинком пустить по нему небольшой разряд молнии, который, конечно, не убьет противника, но заставить его встряхнуться и, возможно, даже выронить меч, если он не умеет сдерживать боль, ну или, как минимум, отвлечься». И самое главное — в этой стали нет ни капли магии. Она просто получает свойство накапливать себе заряд молний. «И надолго его хватает?» «Ну, тут нужны будут еще опыты». Но по первым результатам на пяток ударов хватит. Но это тоже очень даже неплохо. Возможно, если увеличить силу воздействия на металл, то удастся увеличить количество ударов. Но самое главное — это то, что в нем не чувствуется магия, а значит, никто не сможет даже догадаться о таком сюрпризе. Да и заряд имеет свойство накапливаться со временем». «Ясно. Похоже на статическое электричество». Кивнул я. «Правда, боюсь, даже отсутствие магии не будет оправданием, если использовать его в дуэлях на мечах. Боюсь, не поймут. Но вот в бою это действительно может принести победу. Как только снабдим подобными наших людей можно будет подумать о продаже. Естественно, по крайне высокой цене». «Слушай, Кайл, а может, ты останешься у нас подольше, а? Мы с тобой еще столько всего сможем сделать. Да и как я буду тут без мага-молний?» С горящими глазами возбужденно начал уговаривать его кузнец. «Я даже готов из своих денег тебе приплачивать, только оставайся». «Я...» – задумался он. И, похоже, на полном серьезе рассматривал это предложение. Наверное, ему понравилось тут работать. «Он не может, Гард. Ему еще нужно закончить академию, а там уже можно вернуться к этому вопросу». Осадил я его. «Мага-молний я тебе найду, правда, слабенького, но и такое подойдет». «И да, Кайл, ты, надеюсь, помнишь, что все изученное тобой тут должно остаться в тайне?» «Да, конечно». Тут же закивал он. И действительно, прежде чем отправить его сюда, я подписал с ним подобное соглашение. Мне совсем не нужно было, чтобы мои секреты вышли за пределы мастерской, хоть я ему и доверял. Но секреты в дамасской стали, конечно же, ему никто не открывал. А работал он лишь с готовой. Этот секрет я даже Артуру не раскрывал, чтобы не было даже малейшего шанса, что он уйдет на сторону. «Вот и хорошо. Думаю, меч с подобными свойствами Гард успеет сделать тебе до отъезда. Ну а ты можешь помочь ему в этом», – улыбнулся я. «Отдавать подобную новинку я не боялся. Во-первых, потому что я давно уже думал подарить ему оружие из дамасской стали и обычно привык держать свои обещания. Ну и пусть уж он будет еще лучше. А во-вторых, все равно существование подобной стали станет известным, как только хоть один такой меч появится у моих людей. Но главное – это секрет его создания. Главное не показывать, что я могу создавать их массово. А единичные экземпляры, как и дамасские клинки в свое время, будут лишь у самых важных для меня людей. Да и имея только сам клинок, а не технологии его изготовления, повторить его будет крайне сложно, если не сказать «невозможно». В дело тут вступало и то, что с обычной сталью. Такой эффект хоть и работал, но… Музыка